Здравствуйте, я Владислав Гандапас и вы смотрите очередной урок лидерства. Называться он будет так. Будь снисходительным другим, будь требовательным к себе. Как часто мы раздражаемся, когда кто-то опаздывает на встречу с нами, но при этом мы снисходительны к себе, когда сами выходим из офиса в то время, когда уже нужно было бы подъезжать к месту встречи. Как часто мы злимся, когда кто-то грубо подрезает нас на дороге при перестроении, но как часто мы сами, подрезая или зарезая вперед кого-то против правил, ограничиваем возможность другого двигаться и заставляя его притормаживать. Как часто мы не можем простить, когда нам кто-нибудь соврал, но как часто мы снисходительны сами к себе, когда мы привираем. Что делать? Во-первых, нужно признать, что поведение любого другого человека чем-то детерминировано, чем-то вызвано. Что если он ведет себя таким образом, есть какие-то обстоятельства, которые его заставляют таким образом вести себя. Это может быть и воспитание, и отдаленные последствия, и отдаленные причины, а может быть что-то недавно происшедшее. Например, опаздывающий на встречу с вами мог выходить из офиса вовремя, но тут ему позвонили и сообщили о болезни близкого человека, и критические 15 минут ушли на то, чтобы выяснить, что происходит, и чем он может помочь в этой ситуации. И вот он опоздал, но он не скажет об этом, он постесняется. Человек, который грубо подрезал вас на дороге, возможно, вовсе не грубиян, а он мчится за своим ребенком, которого не смог забрать вовремя, и теперь ребенок плачет в пустой комнате, ожидая у папы, а папа нервничает и поэтому едет по дороге, потому что, ну так едет, чтобы успеть только. Ну и, наконец, если человек обманул вас, возможно, он просто не хотел вас расстраивать и решил приукрасить ситуацию, всякое бывает. Задание. Первое. Снизить планку ожиданий от окружающих. Второе. Принять на себя ответственность за поведение этих людей, немного расширив свои представления о причинах и следствиях. Жена так долго болтает с подругой по телефону не потому, что она болтуня, а потому, что вы не хотите с ней поговорить и выслушать ее. Сын сидит и смотрит бесконечные тупые сериалы не потому, что он их любит, а потому, что вы не готовы предложить ему какое-то более интересное проведение досуга. И, в конце концов, мама в должном настроении так долго и раздражает вас, может, у нее что-то болит, она стесняется вам об этом сказать, а вам бы самому додуматься взять ее и сводить к врачу. Просто так, на осмотр. Третье. Повысьте планку требовательности к себе. Примите на себя ответственность за то, что делаете вы. Перестаньте считать себя жертвой несовершенных людей в этом несовершенном мире. Следите сами за тем временем, когда вы выезжаете из дома. Закладывайте погрешность на пробки, на какие-то технические сложности, на то, что вы не сможете найти офис, в который вы едете. Если вы сделаете это до того, как выезжать, вы перейдете вовремя. И последнее. Не забывайте себя поздравить, поблагодарить и похвалить, когда вы, осознанно действуя в той или иной ситуации, стали победителем этой ситуации, когда вам удалось сделать то, на что вы себя настраивали, когда вы соответствовали своим высоким требованиям к самому себе. Будьте снисходительны как окружающим, будьте требовательнее к себе. Увидимся в следующем уроке веберства.